Всем привет! Хочу показать нашу елку новогоднюю, которую мы нарядили еще о-ля-ля в октябре, сразу после хэллоуина. Мой сын старший просит нарожать елку, и хэллоуин закончился, а значит все, скоро Рождество. Хочу показать, чем она у нас особенная, чем мы ее нарядили. Нашей елке уже целых 5 лет. Она у нас не супер крутая, не супер там, как сейчас продают модные в магазине, но у нее хорошая энергия, потому что мы ее купили, когда я второй раз приехала к своему мужу во Францию. И мы были, по-моему, это даже был Ашан, не помню, какой торговый центр. Мы зашли покупать новогодние игрушки, чтобы нарядить квартиру, потом подумали, почему бы не купить елку. Подходим, смотрим, там написано, вырубленная в Украине, сделанная из Украины. Я говорю, о, класс, все, я только приотела из Киева, давай покупаем эту елку. И мы с такой радостью купили мою родную, зайчик, подожди, пожалуйста, мой хороший, елку. В чем мы ее нарядили? Звезды у нас уже третий год как нет, она у нас разбилась, поэтому мы одеваем вот такую, в принципе, она нам не очень нужна. Недавно я купила такого замечательного оленя новогоднего. Дальше. Этот шарик, я его обожаю, я его этот шар купила год назад на распродаже, на барахолке французской. Это старинный шар, там была еще написана цена во франках. Я его купила за 20 сантиметров, вообще копейки, этого Деда Мороза. Меня сделал сын, когда ему было 6 лет, сейчас ему уже 9. Бантик, бантик, я храню бантики красивенькие, особенно, как вот этот, например, или этот. Я храню это подарки, бантики из подарков, которые мне дарил муж. Они симпатичные, почему, зачем их выбрасывать. Вот такой вот замечательный, я не знаю, это, наверное, как свертки какие-то. Как и вот такой вот большой, симпатичный. Тоже на распродаже за 20 сантиметров на барахолки старинные свои вещи продают французы. Барахолки я вообще в Франции обожаю. Этого Деда Мороза, тоже старинная игрушка. Этот маленький сапожек связала моя знакомая, моя подруга, она здесь живет, рядом в моем городе. Она из России, очень хорошо вяжет, вышивает, шьет одежду. Я скину потом линк на ее канал под этим видео. Кому нужно, посмотрите, у нее интересное видео об одежде. Этого Чутика привезла мне тоже моя знакомая 5 лет назад, даже уже 6 лет назад, из Швеции. Я не знаю, как он там называется, но он такой симпатичный. Мы, вообще-то это брелок, но для брелка он бы сразу у нас испортился. Я его положила в игрушки новогодние, и очень классно каждую... Стефан, подожди, зайчик. Каждую у нас зиму висит этот чудик на новогодней елке. Этот шарик тоже Леван сделал, мой старший сын, в своей школе, наверное, еще года 2 назад. Я его тоже не выбрасываю, это самодельный шарик, он в школе делает новогодние игрушки. А еще перед самым Рождеством, но это перед самым... А, Стефан, подожди! Но это перед самым Рождеством мы ложим, потому что сейчас опасно ложить шоколадные шарики из шоколада. Вот такой же формы, только не шоколадные. Мы обкладываем все елки, дети потом кушают, снимают прям эти шарики с елки. Более шоколад нет, это перед Рождеством, зайчик. Вот такая вот у нас красивая елка, хвастайтесь своими. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok